Ребят, всем привет! Сегодня будет влог и вообще я думаю, что на моем канале будет больше влогов выходить, потому что мне самой сейчас больше интересен такой формат и я вижу, что многие подустали от бьюти-видео. Они, конечно, будут, но их будет, наверное, не то чтобы чуть меньше, они будут чаще разбавляться влогами, какой-то болтовнёй моей с вами. Хочется, да, хочется какой-то больше жизненности, да, придать каналу. И буду вам рассказывать о каких-то моментах, которые происходят в моей жизни и, да, вчера просто кое-что произошло и я не то чтобы хочу пожаловаться, жаловаться ни в коем случае не буду, просто хочу рассказать вам вот тот факт, который произошёл со мной и что я думаю вообще по этому поводу. Конечно, из названия вы уже понимаете, что поступил мне звонок и я сейчас вам всё более подробно расскажу. Конечно, быть популярным блогером это классно, это здорово, но бывает и другая сторона медали и мы не застрахованы от каких-то ненормальных, сумасшедших, неадекватных людей. Окей, я думаю, что это такие первые звоночки и не могу сказать, что это прям нужно бежать в полицию писать заявление, но это вот первый звоночек, правда, который меня насторожил, заставил задуматься о чём-то. И, в общем, вчера вечером в половине двенадцатого ночи, я считаю, что это довольно поздно и обычно в такое время мне могут позвонить только самые близкие люди. Вы сами понимаете, что время позднее и когда звонит телефон и высвечивается неизвестный номер, то есть совершенно не звонивший мне до этого момента, первое, что меня вообще... Я сразу пугаюсь, я вам объясню почему. Не потому, что я боюсь, что мне кто-то позвонит, какой-то сумасшедший. Я пугаюсь, потому что поздние звонки, они обычно несут нехорошие вещи себе, да, то есть обычно поздно звонят в экстренных каких-то ситуациях. И, естественно, у меня зазвонил телефон, и я подумала, что, не дай бог, ну, первая мысль, это что-то случилось с моей мамой. У меня мама пожилой человек, и, естественно, что я всегда переживаю за неё. У меня сразу первая мысль, кто-то из её соседей звонит мне, с ней что-то случилось. Естественно, меня уже начало типать от того, что вот такая мысль пролетела в моей голове. Я беру трубку и слышу голос, то ли женщина, то ли мужчина, вообще непонятно, потому что вот такой вот, не знаю, он непонятный, в общем, этот голос был. И было сложно понять сразу, то есть я ещё, я была в душе, и мне не было особо хорошо слышно изначально. Вот. И как бы по ту сторону трубки мне этот голос непонятный говорит, Наталья, добрый вечер, то есть человек знает моё имя. Я, естественно, говорю, да, добрый вечер, здравствуйте, я вас слушаю. Он мне говорит, господи, я не помню уже подробностей, но как ваши дела? То есть вот какая-то начинается такая светская беседа, и я, естественно, прерывая эту беседу, говорю, простите, а вы кто? Вы могли бы сказать, кто вы, потому что я вас не знаю. На что у меня идёт ответ, я ваш тайный поклонник Валентин. Тут я понимаю, что это мужчина, и что я точно не знаю его, я не знаю его голоса. И у меня такое опа включилось, думаю, господи, посреди ночи звонит мне неизвестный человек, откуда у него мой номер телефона. И тут у меня задают вопрос, а вы где сейчас? Я говорю, какое ваше дело, где я? Это информация не для посторонних людей, зачем вам это знать? Ну как же, нам же надо общаться, ну что-то в таком контексте. Я говорю, извините, я не намерена продолжать с вами диалог, потому что, ну потому что. И всё равно он вдогонку начал мне говорить, так как где вы сейчас? То есть его настоятельно всё время интересовало, где я сейчас нахожусь. Я не дослушала, честно скажу вам. Я положила трубку, и у меня вообще в такие моменты, когда я переживаю, у меня это проявляется по-своему тогда. То есть это в виде такой небольшой панической атаки. Я бы не перепугалась сильно. Я же говорю, у меня изначально просто включилось такое вот, что что-то случилось, да, звонок. Он меня уже встревожил. И да, естественно, в 12 часов ночи это воспринимается ещё более чувствительно. Если бы мне днём, утром позвонили, наверное, я бы так не восприняла это как-то близко к сердцу и не переживала. Конечно, меня так немножко начало колбасить, потому что я стала анализировать ситуацию. И когда я переживаю, у меня перекрывается дыхание. То есть я дышу, но мне очень дискомфортно. И где-то вот здесь вот в области груди у меня как будто перекрывается каким-то клапаном, да, у меня здесь так вот становится тяжело так вот. И я не могу сделать комфортно вдох. Это безумно некомфортно. И я уже давно страдаю такой ерундой. В общем, это периодически случается, особенно когда стрессы, то тогда, ух, не очень приятно. Вот. И естественно, что этот звонок вчера меня сбил из колеи. И я вот почувствовала вот этот неприятный дискомфорт. Я к чему это? На самом деле, да, вроде бы такой безобидный. Но подумайте сами, все-таки мы не маленькие дети. Да, когда дети звонят, шутят, прикалываются, это все понимаю. Я себе подумала, может быть, это какая-то злая шутка, кто-то пошутил. Но потом я думаю, ну, боже мой, мы же уже взрослые люди, ну какие шутки, кому это надо? Сейчас сумасшедших очень много каких-то ненормальных людей, которые, ну, мало ли что им взбредет в голову. Я начала анализировать ситуацию, и я себе представила, хорошо, где он мог взять мой номер телефона. А, я у него спросила, откуда у вас мой номер телефона? Он говорит, нашел. Я думаю, где он мог взять мой номер телефона. В принципе, в интернете просто так нигде его нет. И тут у меня сразу включается почему-то самый такой, наверное, вариант первый, это курьеры. Ведь сейчас наши данные настолько расширены, настолько легко получить вот таким путем. То есть многие курьеры, которые к нам приходят, что-то доставляют, они видят, где мы живем, они видят, с кем мы живем. Они видят вообще нас, они знают наши контакты. И, в общем, здесь у меня вот такой вот охопа, и я запереживала, потому что ко мне буквально, ну, через день, наверное, приезжают курьеры и привозят пресс-пакеты, разную косметику. Да, он может казаться хорошим, милым, но кто знает, что он делает поздно вечером дома, сидя перед телевизором, и что у него на уме. В общем, я стала перебирать в голове всех курьеров, которые привозили мне косметику разную. И началась сразу там с девчонками, обсудили этот момент. Естественно, что этому человеку перезвонили, перезвонили и пригрозили, чтобы больше не звонил. Естественно, меня есть кому защитить. И я не одна, но просто сам факт, что человек вот себе взял и позволил позвонить посреди ночи совершенно беспардонно и попытаться завести диалог. Так, кстати, голос у него действительно был, вот, я вижу такой психотип человека, такой мальчик-одиночка, который жил долго очень с мамой, естественно, без семьи, и он реально психопат. Вот по голосу, по манере общения очень складывается такая четкая картинка. Это меня испугало, правда, потому что голос был действительно очень такой неприятный. Вот, даже сейчас говорю, и как-то вот здесь вот тяжесть у меня в груди. Я подумала о том, что, наверное, нужно как-то немножко себя обезопасить, потому что неизвестно, испугался он, не испугался, что у него будет на уме в дальнейшем. И, может быть, еще 10 таких сумасшедших появится, которые вот так вот врываются в нашу жизнь и чего-то там хотят. Надеюсь, что этот тайный поклонник Валентин больше не объявится, потому что ему все сказали, что его ждет, если он еще раз позвонит мне. Вот, я, кстати, предупредила своих консьержек, чтобы курьеров ко мне в квартиру, ко мне на этаж не пускали. Наверное, максимум, что я могу сделать, если нужно, лично в руки я могу спуститься вниз и при консьержке забрать какую-то посылку. Потому что я реально боюсь, чтобы ко мне кто-то теперь приходил. Но, в целом, я просто попросила, как я обычно делаю, чтобы курьеры оставляли консьержкам все, что мне привозится. Вот, ну, конечно, не знаю. Я надеюсь, что все обойдется именно вот такой, да, таким. Это начало будет и концом вот такой вот неприятности. Но, кстати, еще интересный факт. Я подумала о том, что если это не курьер, то, возможно, это действительно кто-то, кто там смотрит мои видео. Если ты смотришь, то, пожалуйста, мотай себе на ус. Я не боюсь тебя. И я подумала, я залезла в интернет, кстати, сразу, и я по своей фамилии и имени, я нашла анкету, очень-очень старую. Когда-то в 2011 году я искала работу, и да, в этой анкете довольно много моих данных открытых. То есть, семейное положение, фамилия, имя, даже адрес проживания. Но, слава богу, этот адрес проживания, это очень-очень-очень недавняя квартира, которую я снимала много лет назад, еще в 2011 году. И я там, конечно же, не живу уже давно. Вот, и да, там есть мой номер телефона, и эта анкета до сих пор висит, вернее, до сих пор, до вчерашних пор висела на сайте поиска работы. Я не знаю, каким образом я вспомнила пароль, я зашла и удалила эту анкету. Так что теперь точно мой номер телефона не будет висеть. Вот, я думаю, что это вот такая тоже зацепочка. Если это не один из курьеров, то, возможно, таким образом был найден мой номер телефона. Вообще, вот так вот просто хотела вам рассказать, конечно, и смех, и грех. Сегодня я, конечно, гораздо проще смотрю на эту ситуацию, но я решила себя все-таки обезопасить и курьеров точно не пускать к себе домой. Интересно послушать ваши истории, потому что я в сторис сегодня рассказывала, и мне очень много в директ пришло от вас сообщений, каких-то ваших личных историй. Ну, поделитесь тоже в комментариях, было ли с вами такое. Конечно, в полицию обращаться нет оснований, потому что не было никаких угроз. Это просто вот один единственный звонок, но для меня это какой-то такой вот звоночек задуматься. Просто хотела поделиться с вами. Обычно я рассказываю такие всякие штуки в трансляциях своих, но сегодня решила, что сниму небольшой такой вложик и поделюсь вот такой историей. Спасибо, что были со мной, спасибо за ваше внимание. Мы увидимся с вами скоро, до следующего видео. Всем пока-пока.